Медицина недофинансирована и денег на самое необходимое может не хватить, сетуют депутаты. Заявление Минздрава о повышении зарплат медработникам останется неполным, если не принять срочные меры, убеждены сенаторы. Не в первый раз они поднимают данную проблему, но поддержат ли их правительство и как отразится это на простых врачах, расскажем в следующем сюжете. Еще в послании президента 2020 года предусмотрели повышение уровня зарплаты медработников, что в два раза выше средней зарплаты в экономике. Однако финансов на это может просто не хватить, просто выделенных в 2023 году денег хватит на зарплату, налоги и обязательные взносы. Часть на лекарства и только 30% на продукты питания. Особенно сложная картина в регионах, говорят депутаты. Например, по Владарской области тут ощущается острая нехватка средств. Ситуация сложная, сообщают сенаторы. В результате кредиторская задолженность по медицинским организациям на 1 января 2023 года составила свыше 2,8 миллиардов тенге. С января 2023 года провели частичное закрытие кредиторской задолженности за счет авансирования фондом социально-медицинского страхования. Но это только дает временный эффект. К тому же вся эта неблагоприятная картина негативно сказывается на госпитализации пациентов. Медицинские организации вынуждены отказывать пациентов плановой госпитализации, так как при перевыполнении помещенного плана финансирования за счет превышения плановой суммы договора применяется линейная шкала. То есть снимаются денежные средства сверх плана, оказанные медицинскими услугами, остаются неоплаченные. Это ведет еще к большему снижению объемов плановой госпитализации, увеличению экстренной госпитализации и росту смертности. Вот эту линейную шкалу, то есть лимит на потребность пациентов, диагностики осудили не только сенаторы, но и в Можелисе. Это значит очереди на диагностику по 2-3 месяца, увеличение числа случаев запущенных болезней и увеличение смертности. Линейная шкала противоречит основным принципам национального здравоохранения и ОСМС, то есть доступности медицинской помощи. Уже сегодня больным отказывают в получении медицинских услуг. Не работает принцип «деньги идут за пациентом». Самое тревожное, что линейная шкала уже давно внедрена в стационарах, оптимизированы штаты и коечный фонд. Амбулаторный уровень был единственным шансом получить услуги. Теперь пациента лишают и этой возможности. На сегодняшний день работа медорганизаций на грани коллапса. При этом услуги в феврале и марте медорганизациями уже выполнены согласно подписанным договорам с поликлиниками, и население их уже получило. А теперь, со слов народных избранников, из-за неожиданно введенных ограничений более 30% фактически выполненных услуг не будут оплачены. А это прежде всего заработные платы медицинских работников.